Создали электровнедорожник, сделали его двое наших соотечественников, работали они в мастерской технического университета. Стоимость проекта 150 тысяч евро. Средство выделил экономический агент из Сингапура, который заключил партнерство с нашими согражданами. Мы назвали его Хайдук, я думаю, это его прекрасно характеризует. Олег Жару и Максим Конплин давно работают в сфере автомобильной промышленности. Олег 12 лет трудился в США, а Максим работал бок о бок с бывшим главным дизайнером известной шведской марки машин. Несколько лет назад они вернулись на родину на создание электровнедорожника. У них ушел год. Очень сложно найти на нашем рынке какие-либо запчасти для автомобилестроения. Мы много трудились, даже в условиях эпидемии. На работу уходило в среднем 50 часов в неделю. Каркас машины создали на компьютере. Некоторые запчасти изготовили на месте, другие заказали в Китае. Задняя часть выполнена из металла. Проектная нагрузка рассчитана на 600 килограммов. Инженеры говорят, что думали создать внедорожник, который можно было бы использовать в сельском хозяйстве. Он отлично подходит для разбитых дорог. Мощность двигателя – 80 лошадиных сил. Максимальная скорость машины – 40 км в час. Она оборудована шестью аккумуляторами. После полной зарядки может проехать 120 км. Теперь молодые инженеры намерены создать программное обеспечение, при помощи которого внедорожником можно будет управлять с мобильного гаджета. Водитель садится, кладет телефон на специальное место. Автомобиль определяет, чей он и доступ к машине разрешен. Пока внедорожник готов на 95%, инженеры хотят немного подправить его внешний вид. Стоит машина около 30 тысяч евро.